Что произойдет, если вызвать функцию факториал на отрицательном аргументе? Ясно, что терминирующие условия никогда не будут достигнуты, потому что при рекурсивных вызовах факториал вызывается у нас на аргументах на единицу меньших, и каждый раз уменьшая отрицательное число на единицу, мы будем получать все меньшее и меньшее отрицательное число, и наше условие сравнения с нулем никогда не будет достигнуто. Ясно, что такая программа расходится. В общем случае такого поведения избежать нельзя, потому что существуют функции, которые определены не на всех аргументах. Однако бесконечный цикл – это худшее решение, которое может быть принято в этом случае. Очевидно, лучше было бы прервать в такой ситуации выполнение программы и отправить сообщение об ошибке в диагностический поток. В Haskell для этих целей служат две функции – Error и Undefined, с которыми мы сейчас и познакомимся. Первая функция – функция Error – принимает в качестве аргумента строку и выводит эту строку в диагностический поток. Вторая функция – Undefined – еще проще. Она всегда прерывает выполнение программы, выводя в диагностический поток стандартное сообщение об ошибке. Теперь мы можем исправить наш факториал, воспользовавшись одной из этих функций. Мы воспользуемся функцией Error. Мы рассматриваем второе уравнение нашего определения факториал, но вместо просто тела вычисления факториала осуществляем проверку на предмет того, не является ли аргумент отрицательным. И в случае, когда аргумент отрицательный, мы прекращаем выполнение программы, выводя в диагностический поток соответствующее сообщение об ошибке. В противном случае, код нашей функции факториал не отличается от нашего предыдущего решения. Теперь наша функция факториал 2'а, будучи вызвана на отрицательном числе, не уйдет в бесконечный цикл, а немедленно выдаст нам сообщение об ошибке. Функция Undefined, как, впрочем, и функция Error, полезна при написании программ. Функция с точки зрения статической семантики Хаскеля, незавершающаяся рекурсия и прерывание программы из-за ошибки, это одно и то же. Они неразличимы. Считается, что в этом случае возвращаемым значением программы служит специальный символ, который обозначается перевернутой буковкой T и называется по-английски bottom, но на русский иногда его переводят как основание. Этот элемент, это значение bottom является элементом любого типа в Хаскеле. И функция Undefined как раз является способом использовать это значение. Функция Undefined подходит в качестве выражения любого типа, а это значит, что она может использоваться в любом месте программы. И при программировании на Хаскеле принято использовать значение Undefined для того, чтобы маркировать еще не написанные части программы. Проверка типов гарантированно пройдет в этой части, ошибок не будет. И мы получим компиляцию программы. Часть этой программы, однако, будет не дописана. Эту часть можно дописать потом. Иногда функцию Undefined используют для того, чтобы поместить ее в такое место, до которого исполнение гарантированно не дойдет. В противном случае используют не функцию Undefined, а функцию Error. Если исполнение программы дойдет до этой точки, то лучше пользователю сообщить содержательную информацию о том, что же за ошибка произошла. Продолжение следует... Продолжение следует...